Легендарный народ Чуть 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 рода утепленный шалаш. Причиной этого, на мой взгляд, является интерпретация полученных при раскопках данных с точки зрения представлений о срубных деревенских жилищах, которые окружали исследователя со всех сторон. В целом жилища оценивались как довольно примитивные постройки из тонкого леса с несовершенным срубом, для дополнительной фиксации которого требовалось укрепление его кольями. Когда выявлялись, безусловно, каркасно-столбовые постройки, они исследователями всегда интерпретировались как легкие, временные, сезонные жилища или подсобные постройки. Наиболее объективную реконструкцию жилищ по материалам рода Новогородища сделал в середине 20 века Михаил Васильевич Талецкий. Вот его реконструкции, посмотрите. Известный также является реконструкция Владимира Антоновича Аборина по материалам городища Нюшкар. Это вот тут такой срубный дом. Надо сказать, что в целом на памятниках эпохи средневековья в Пермском крае было известно всего лишь около трех десятков жилищ, описание которых очень варьирует, поскольку при их исследовании отсутствовала какая-либо единая методика фиксации. Основным параметром для выделения жилищ, кроме наличия отопительных устройств, для ломоватовской культуры являлись канавки по периметру или вдоль длинных стен, а для родановской культуры это глинобитный пол. Владимир Антонович Аборин на основе материалов верхних слоев городища Нюшкар сделал вывод о появлении в родановской культуре настоящего сруба и о сокращении площади жилищ до 16-25 квадратных метров. Признаться, мы долгое время не могли уловить алгоритм выделения жилищ. Причиной этого является, во-первых, сложность фиксации жилищ в так называемом сухом культурном слое, который у нас здесь распространен. Древесина в нем почти не сохраняется. И, во-вторых, ведение раскопок с сравнительно небольшими площадями не дает возможности увидеть жилище целиком и понять его структуру. Первые жилища нами были выделены при раскопках селища за поселье. Полученные здесь данные позволили интерпретировать материалы Чашкинского второго селища при сведении планов раскопок во время подготовки монографии археологические памятники Чашкинского озера. Затем значительная часть жилища была вскрыта на Рачевском городище. И, наконец, серия жилищ изучена в последние годы на Рождественском городище. Я вам покажу, как мы сейчас представляем себе жилище как раз на примере Рождественского городища. В целом, за последние десятилетия нами изучено уже около двух десятков жилищ. И на основании их анализа получены следующие выводы. Во-первых, все жилища представляли собой наземные или слабо углубленные прямоугольные постройки весьма значительных размеров. Ширину они составляли от 7 до 9 метров, то есть это длина стандартного делового бревна. Длиной они были от 14 до 20 метров. А площадь их составляла, соответственно, от 90 до 200 квадратных метров. В подавляющем большинстве жилищ по периметру располагались столбовые ямы. Следовательно, они были построены в каркасно-столбовой технике с закладкой поперечных бревен или плах в пазы стояков или между ними. Потому что в некоторых случаях прослеживается попарное расположение столбовых ям. Ну вот здесь вот не очень хорошо, наверное, вам видно. Вот такое вот как раз идет попарное расположение столбовых ям, между которыми закладывались бревна, образующие стену. В жилищах, уничтоженных пожаром, в столовых ямах сохранились остатки обугленных столбов, очень часто стесанных на брус с сечением примерно 20 сантиметров. Все жилища имели двускатное перекрытие. Универсальной моделью конструкции кровли жилищ было использование опорных столбов. В половине случаев прослеживается один ряд столбов вдоль осевой линии жилища. Эти столбы, очевидно, поддерживали князевую балку, а стропила нижними концами опирались на стену, на опорные столбы в основании стен. Но нередко опорные столбы кровли располагаются в 2-3 ряда, потому что площадь жилищ, еще раз напоминаю, была достаточно большой. В некоторых случаях отчетливо прослеживается ряд столбовых ям перпендикулярной осевой линии жилищ. Это основание перегородки, делившее постройку на две неравные части, меньшее из которых располагалось у входа и составляло примерно одну, ну, в пропорциях 1 к 2, то есть это помещение было меньше, чем заднее. Выходы располагались в одной из торцевых стен, были направлены либо в сторону центральной части поселения, либо в сторону водного источника. Иногда прослеживается наличие второго выхода, который вел к хозяйственному пристрою. Основные выходы обычно сопровождались закрытым тамбуром. Иногда фиксируются остатки деревянных мостков, которые подводились к выходу. Полы преимущественно были дощатые на лагах из жердей. При анализе стратеграфии прослеживается, что полы неоднократно обновлялись. И при строительстве жилища всегда сначала возводился деревянный пол, а в дальнейшем уже дополнительно мог перекрываться слоями глины, которые на планиграфии наблюдаются в виде глинобитной площадки, иногда даже местами обожженной. Такие площадки устраивались обычно перед устьем печей. Ну вот здесь вот, вот эта вот глинобитная площадка обожженная, вот здесь вот печь находится, вот перед ней. Здесь вот, вот это вот столбовые ямы в основании перегородки, вот здесь вот стена проходила, то есть жилище вот оно такое вот большое. И вот эта вот часть в маленьком помещении у входа, она была перекрыта глиной. Вот видите, какая четкая граница, а во втором помещении этого глинобитного пола не было. Поэтому выделять жилище по глинобитному полу бессмысленно, то есть пол этот не полностью покрывает все жилище. Вдоль стен располагались нары шириной около 2 метра. Пол под ними не настилался, и культурный слой здесь практически не накапливался. Вообще, так вот я вам покажу, вот так вот фиксируются, вот такие вот двойные ряды маленьких столбовых ямочек от кольев. Вот здесь вот тоже вот они прослеживаются, такие вот обугленные. Здесь вот остатки бревна, расположенного между такими кольями. Ну, а тут у нас реконструкция сделана. Значит, это конструкция, которая была универсальной при строительстве разных совершенно элементов жилища, малых архитектурных форм. В земляной пол рядами попарно на расстоянии примерно 10-15 сантиметров забивались колья, и между этими кольями закладывались либо плахи, либо тонкие жерди или бревна, образуя стенки. Такими стенками укрепляли борта хозяйственных ям, они служили опалубкой при возведении открытых очагов или оснований печей. На них устраивали настилы нар, а позже и столов, которые начали появляться в интерьере с XI века. С интерьером жилищ связаны остатки печей, очагов, хозяйственные ямы, которые располагались прежде всего вдоль условной оси жилища. Вот здесь жилища, вот можно посмотреть, вот ямы и очаги, они идут либо вдоль осевой линии, либо немножечко сдвинуты, как правило, к северной стене. Иногда прослеживается, что вот, например, вот здесь печь располагается в углу между стеной и перегородкой. Вот она, эта печь, вот она так фиксируется, очень прямоугольные, четкие такие очертания, потому что всегда существует деревянная опалубка. И вот здесь вот профили, вот здесь видно глинобитная подушка, на которой находился очаг. Он располагался на помосте, а под этим помостом находилась яма, в которой обычно хранили запасы продуктов и уже приготовленную пищу. В большинстве жилищ, которые изучены на Рождественском городище, плотность печей в жилище достаточно велика. Но вот здесь вот посмотрите, вот их раз, два, три, четыре, вот здесь еще очаг. Естественно, они не могли существовать одновременно, они возводились по мере обветшания прежних. То есть, ну, в одном жилище, таком большом, может быть, одновременно существовало две печи для обогрева одного помещения и второго помещения. В жилищах, изученных на раскопе 9 Рождественского городища, которые сгорели при пожаре, четко фиксируются обугленные деревянные конструкции, которые позволяют проследить дополнительные детали. Вот в жилище 1, вдоль западной торцевой стены, вот здесь вот, обнаружены остатки галереи. А в верхних слоях заполнения этого жилища, в углистом слое, наблюдались остатки разрушенной печи. Вот здесь вот. Здесь на плане сложно этот углистый слой показать, но я вас уверяю, что там был сплошной уголь, и вот здесь вот находились остатки разрушенной печи. Вот этот объект может являться свидетельством наличия в жилище второго этажа. По методике, которая разработана для изучения русских жилищ в сухом культурном слое, признаком наличия как минимум двух этажей является развал печи в заполнении постройка. Чистым является стратеграфический вариант, когда скопление глины залегает между прослойками с остатками дерева, обычно горелыми, которые соотносятся с межэтажными перекрытиями и кровлей. И вот здесь, в данном жилище, мы наблюдаем именно такую картину, на основании которой можно реконструировать двухэтажное жилище. Ну и вот здесь вот приведены возможные варианты реконструкции вот этого вот жилища. Таким вот образом оно могло выглядеть. Таким образом, для средневекового населения Пермского края были характерные, просторные, вполне комфортно обустроенные, возможно, даже иногда двухэтажные жилища. Это были очень прочные постройки, которые функционировали на протяжении длительного времени, по нашим расчетам, более ста лет. Изготавливались они из качественного лесоматериала. Это бревно, кругляк, тесанный брус 20 см в поперечнике, более тонкие тесанные бруски, жерди, плахи, колотые доски, тесанные, колья и так далее. Использование каркасно-столбовой технологии строительства вовсе не является архаичной деталью, если вспомнить, например, популярный в Западной Европе тип строительной конструкции фахверк. Учитывая традицию местных жителей украшать все то, чем они пользовались, даже орудия труда, дома эти, безусловно, тоже имели декоративную отделку. Мы, конечно, тут в реконструкциях фантазировать сильно не стали, но можно себе представить там по аналогии с Новгородом и другими городами с мокрым культурным слоем, где сохранились элементы резных архитектурных деталей подобных домов. Конечно, дома были такие резные тоже, но, очевидно, мы этого никогда не узнаем. Дальше про костюм. Костюму у меня посвящена отдельная монография, я уж целиком описывать его не буду. И остановлюсь только на некоторых деталях, о которых мы узнали в последние годы. Для начала я хотела бы подчеркнуть один момент. Однажды, ну вот в позапрошлом году мы строили экспозицию в Ильинском музее по материалам рождественского городища. И во время строительской экспозиции девочка маленькая к нам зашла и говорит, ой, я хорошо знаю, да, это древние люди, они ходили в шкурах. Ну, меня тут, конечно же, сразу, девочка, нет. Они, извиняюсь, ходили не в шкурах, они ходили в мехах, в шелках и в серебре. То есть это люди, которые одевались очень даже хорошо. И вот, судя по сохранившимся фрагментам, у нас они, конечно, маленькие, органика не очень хорошо сохраняется, фрагменты маленькие, но их накоплено уже достаточно большое количество. Подавляющая часть тканей, которые мы встречаем, была продукцией местного домашнего производства. Это ткани простого полотнянового, рецового переплетения, сажевого переплетения. Вот здесь вот кусочек есть. И очень большое количество шелка. Причем, если ранее мы предполагали, что из шелка делали только отделку, ну, вот, например, вот такие вот воротники-ожрелки, еще там, ну, всякую оторочку, то на Баяновском могильнике под поясом в одном из погребений обнаружили большие фрагменты шелка, на основании чего можно считать, что были целиком шелковые даже одежды, рубахов, в частности. Для изготовления одежды использовался также мех. Вот здесь вот это очень какой-то тонкий мех. Определение у нас пока только в одном случае есть. Это европейский бобр. Вот здесь вот может быть даже что-то более мягкое, то есть это какая-то пушнина. Тут вот остатки какой-то тесемочки были приделаны. Вот здесь вот, обратите внимание, вот это вот кусок кожи с остатками шва. Посмотрите, какой тоненький, очень аккуратный шелк. Даже сейчас мы не всегда увидим такие швы, которые сделаны уже с помощью машинок. Прежде мы предполагали, что на ногах женщины носили чулки. К примеру, на граффити с блюда из села Слудка изображена женщина в таких вот полосатых чулочках. И сейчас мы действительно получили доказательство того, что действительно у них существовали чулки. В последние годы на рождественском могильнике были обнаружены фрагменты чулок, вязаных или сшитых из шерстяной саршевой ткани. Сохранились они благодаря наличию бронзовых украшений обуви, вот этих вот, представлявших собой несколько шумящих умбановидных подвесок на ремешке, прикрепленном спереди на взъеме. Раньше были известны фрагменты кожаной обуви и металлические застежки от нее. Вот такие вот, например. Умбановидные подвески, вот эти, в Пермском крае распространены очень широко. Практически на всех памятниках, которые заходят в X-XI век, такие подвески встречаются. На рождественском могильнике раньше мы находили фрагменты женских поясных сумок с подобными украшениями. Вообще считается, что этот тип украшений был заимствован у поволжских финнов. У древних марийцев реконструируется обувь, которая была изготовлена из цельного куска кожи, сшита сзади. Спереди она украшалась цепочками и металлическими петельками, наподобие вот таких вот. А сзади шумящими умбановидными подвесками. То есть получается, что прикамскими жителями был заимствован сам принцип применения таких подвесок для украшения обуви, но способ их использования был совершенно иным. Вообще на территории России известны находки одновременных вязаных изделий, например, в Прионежье. Несколько более позднему времени относятся находки вязаных изделий из городов северо-западной Руси, где найдены шерстяные носки, чулки, туфли, целые вязаные рукавицы. К примеру, найденные в слое конца XII века в Белоозере вот эти вот вязанные изделия, по описанию Леонеллы Анатольевны Голубевой, отличаются ровной и красивой вязкой, связанные в круговую при помощи одной спицы. Вероятно, имеется в виду гибкая спица вот такая, какие сейчас применяются для вязания в круговую. Наконечниками ее могли служить толстые костяные иглы с ушком, вот такие, которые у нас достаточно часто встречаются. И раньше в описаниях можно было встретить такое, что вот эти иглы предназначались для шитья кожи, то есть изделий из кожи. Ну вот я вам шов показывала, да, то есть, ну и кто вот пользовался, ну, пробовал когда-нибудь шить кожу или мех, представляет себе, что для этого нужно очень тонкий инструмент брать, иначе кожа расползется просто под иглой. Вот, то есть, такие тонкие стальные иглы мы тоже сейчас находим во множестве, поскольку стали пользоваться при раскопках металлоискателем иглы. Они настолько маленькие, похожи на корешки, но их, видимо, раньше часто выкидывали. То есть, вот такие вот иглы могли быть наконечниками, здесь шнур и вязание. Но, что интересно, именно в том же году, когда мы нашли фрагмент вязаного носочка, вот Алексей Николаевич Сарапулов на Купровском городище в одной из ян нашел комплект из пяти вязальных спиц. Именно такой комплект используется тоже при вязании в круговую. Вот мы провели эксперимент, вполне нормальные себе изделия получаются с помощью вот этих вязальных спиц. За последние годы, преимущественно благодаря раскопкам Баяновского и Рождественского могильников, появилось множество новых материалов. Все их охарактеризовать в этом коротком выступлении я не смогу. Выпомяну только некоторые из вновь выявленных украшений мужского костюма. Мужской костюм в целом был значительно менее декоративным, чем женский. По нашим прежним представлениям, основным видом нагрудных мужских украшений являлись монеты или круглые серебряные подвески, которые использовались либо по одной, либо по нескольку, как в древнерусских бармах. Ну вот, например, из рескопок нынешнего года, вот челюсть, извиняюсь, кто не боится, да, крупный серебряный медальон и монеты. Все это вот прямо на шее находилось. Это были статусные украшения, потому что сопровождают они только наиболее богатые мужские погребения. За последние годы обнаружено также значительное количество литых серебряных подвесок в виде всадника. Вот как в погребении расположена тоже вот челюсть, вот всадник, пояс, ну и тут оружие. Значит, эти подвески имели достаточно широкое распространение. Благодаря первой находке фрагмента такой подвески с признаками женского пола в районе Глазова, они вошли в литературу под наименованием «Пермская всадница». Но позже встречались подобные подвески с явными признаками мужского пола, а на большинстве изделий, ну вот здесь на Баяновских, посмотрите, у них пол вообще никак не обозначен. Благодаря находкам этих изделий в закрытых комплексах появилась возможность установить, в каком месте костюма они использовались, и проследить их безусловную связь с мужскими захоронениями. Поэтому «Пермская всадница» – это, конечно, всадник, не всадница, не женщина, а единичная в своем роде глазовская находка, которая и стилистически отличается от других, она является исключением. Эти же – это, конечно, знаки воинов-дружинников. С мужским костюмом были связаны и очень интересные поясные привески, которые напоминают веревочную лесенку, где на пару шнурков нанизывались вот такие вот костяные планочки, а в промежутках между ними помещались бронзовые бусины или бронзовые прониски. Привеска эта крепилась на поясе спереди слева. Первое такое украшение – вот оно. Оно было еще найдено в Загарском могильнике до революции и опубликовано в альбоме Спицына. Но поскольку оно было единственное в своем роде, на него никто не обращал, в общем-то, никакого особого внимания. Сейчас же у нас достаточно обширная серия таких подвесок набралась, и по определению палеозоологов из Екатеринбурга вот эти вот костяные планочки изготовлены из передней стенки когтя медведя. И таким образом можно считать, поскольку они в мужских комплексах встречаются, можно считать, что это либо охотничий трофей, таким вот образом оформленный, либо это какой-то своего рода амулет. Ну, может быть, и то, и другое одновременно. Еще один неожиданный вид поясного украшения. Такой неожиданный вид поясного украшения впервые был обнаружен в 2011 году на рождественском могильнике. Это была лента из ткани шириной 15 сантиметров. Тут вот только фрагментами она сохранилась. По нижнему краю она обшита такими маленькими половинками полых шаровидных привесок. Это тоже мужской комплекс. Получается, лента была как бы подложкой под привески в виде ремешков с накладками и в виде низок из бронзовых пронизок. В прошлом году, во время прошлого полевого сезона, мы нашли еще три погребения с такими же лентами. Вот видите, вот здесь вот лежат так же рядок эти привесочки. Вот здесь ленты там не сохранились, но поскольку мы уже знаем, мы уже понимаем, к чему тут эти привески. То есть мы выявили совершенно новый вид украшения. Представьте себе пояс, украшенный накладками. На нем висит такая широкая лента. Она, наверное, была каким-то образом окрашена. Яркий такой акцент в костюме, в общем-то, небогатом на разные украшения. Тоже очень любопытный такой элемент. Значительно расширились в последние годы представления о поясных кошельках. Во-первых, любопытно, на мой взгляд, недавно марийские исследователи установили, что кошельки изготавливались из кожи с хвоста бобра, со своеобразной ячеистой структурой. Не знаю, видно вам или нет, вот фрагмент такой кожи. Вот здесь вот такие ячейки в виде сот. Раньше считалось, что это тесненая кожа. Даже некоторые исследователи считали, что упомянутая в источниках кожа булгари – это вот именно такая тесненая кожа. Оказалось, что это кожа с хвоста бобра. И форма вот этих вот кошельков, вот такая вот небольшая и вытянутая, обусловленная именно формой вот этих полос кожи. А во-вторых, были впервые обнаружены фрагменты серебряных лицевых пластин сумок. Вот здесь вот они немножечко сохранились фрагментарно, а вот здесь достаточно крупные такие вот фрагменты с орнаментом реконструированы. Такие поясные, извиняюсь, лицевые пластины сумочек известны у венгерских ташек. Вот, поскольку, в общем-то, население наше было родственным, у нас такие сумочки тоже вот появились. Существенные результаты достигнуты также в области изучения средневекового хозяйства и различных видов производства. К примеру, Алексеем Николаевичем Сарапуловым детально исследованы особенности развития земледелия в эпоху Средневековья. Наталья Геннадьевна и Брюхова – особенности питания. Целая группа исследователей сейчас занимается у нас изучением технологии изготовления металлических украшений, которые наиболее ярко отражают характерные особенности материальной культуры Средневеково-Предуралия. В частности, долгое время все ювелирные изделия из драгоценных металлов, которые широко использовались местным населением, было принято считать импортными. Большинство из них относили к продукции болгарских ремесленников. Сейчас уже убедительно доказано, что импортными являются только некоторые из них, а наиболее массово представлена продукция местных ювелирных центров, которые основывались на технологических и декоративных традициях болгарской ювелирной школы, но имели и свои характерные особенности. Количество металлургических мастерских, которые специализировались параллельно на литейном и ювелирном производстве. В них в большом количестве представлены плавильные сосуды, тигли и льячки. Вот такие вот тигли, ложки и льячки. Вот здесь вот фрагмент большой мастерской, она тоже очень большая по площади, около 90 метров квадратных. И в ней 12 очагов располагались двумя рядами, вот здесь вот только один ряд представлен, с каменными выкладками такие вот очаги. То есть там работало одновременно несколько ремесленников. То есть это, можно сказать, такая даже мануфактура средневековая. Так вот в этой мастерской в нижнем слое, ну на полу, скажем, было обнаружено более 500 фрагментов тиглей, не менее чем от 70 сосудов. Огромное количество. И там даже культурный слой был в зеленых пятнах. То есть всплески меди, они вот оставались в виде таких зеленых пятен. Анализ металла, который остался на стенке тиглей, показал наличие бронз разного состава, латуни и даже серебра. Обнаружены в этих мастерских слитки серебра, слитки олова и различные слитки чистой меди и медисодержащих сплавов. Кроме того, встречаются разнообразные заготовки и полуфабрикаты. Ленты, например, свернутые в колечко, вот такие вот фабрикаты. Литейные формы, ну и разные инструменты ремесленников. Среди многочисленных литейных форм известны и формы-изложницы для отливки слитков. Вот такой вот палочковидной формы. Они, эти формы, представлены в материалах ряда городищ и селища Володин Камень-1. Слитки представляли собой стержни полукруглого сечения шириной около 1 см, толщиной 6-7 мм. На Анюшкаре, на Рождественском и на других городищах обнаружено несколько таких медных и бронзовых чушек. Анализ Анюшкарских форм-изложниц, который был проведен Натальей Валерьевной Инеосовой в МГУ, показал присутствие в них следов латуний. Ну и к этому я хочу сказать, что по сообщениям арабских авторов, одним из товаров, которые булгары вывозили из стран, с которыми торговали, была медь. Возможно, медь и сплавы на ее основе вывозились именно в виде подобных вот слитков. В денежном обращении применялись слитки вообще разные по форме и весу. В северных районах Восточной Европы были широко распространены палочковидные слитки вот именно такой формы. Денежные слитки обычно принимались на вес, при необходимости от них отрубались нужные кусочки металла. Но палочковидные слитки чаще всего не разрубались и имели примерно одинаковый вес, отражающий какой-то весовой стандарт. Наиболее распространенными были слитки длиной около 13 сантиметров, весом 196-200 грамм. И в этом плане представляет интерес форма, обнаруженная на городище Амешкар. Она представляет собой такой крупный глиняный брусок, на всех гранях которого есть литейные гнезда для слитков разной длины и, соответственно, разного веса. Основное гнездо, вот это вот, оно имеет длину 13 сантиметров, толщину 6 миллиметров. Меньшие гнезда, вот это и вот это, составляют половину и одну четвертую от основного. А вот это вот самое большое гнездо длиннее и глубже, чем все остальные. И, видимо, слитки, которые в нем получались, были в два раза тяжелее стандартного. Очевидно, слитки разного веса предназначались для обеспечения разных платежей, не прибегая к разрубанию денежного слитка. Определенные весовые нормы необходимы были и для слитков, которые использовались в качестве сырья ювелирами и литейщиками. Потому что им нужно было знать вес металла при приготовлении разнообразных сплавов, а также просто для оценки необходимого для заполнения форм количества металла. Обилие литейных мастерских, следы их очень интенсивного использования, а также наличие форм для отливки слитков, позволяют предполагать, что местное население экспортировало медь, которая пользовалась огромным спросом в Восточной Европе. А также занималась ее переработкой, создавая различные готовые виды сплавов, которые в виде слитков поставлялись в Оужскую, Булгарию, на Русь, на различные финно-угорские земли. То есть вот такой вот товар был. Прежде существовало убеждение в том, что все ювелирные изделия являются импортом. Я уже говорила о том, что в последнее время получено убедительное доказательство, что большинство ювелирных изделий производилось в местных мастерских. Но вот эти выводы в основном базируются на анализе изделий, а вот бесспорных доказательств наличия ювелирных мастерских очень долгое время не было. В указанных мастерских обычно встречаются такие универсальные орудия, как небольшие зубила, бородки для пробивания отверстий, какие-то другие мелкие инструменты, вот здесь, например, такой надфиль. Но, безусловно, ювелирных инструментов мы долгое время не встречали. И только недавно качественные специализированные инструменты были выявлены в погребениях ремесленников, которые занимали особый участок рождественского могильника. Ну, среди них, например, вот ножницы по металлу, шабер, ну и на городище найдена вот такая вот роговая кияночка. То есть набор инструментов у нас все больше и больше пополняется. Ну и на основе находок погребений с ювелирными инструментами мы можем предполагать, что эти инструменты, видимо, очень берегли. Когда мастерскую по каким-то причинам покидали, то все инструменты тщательно собирали и уносили с собой. Но вот в погребения ремесленников их все-таки помещали. На других могильниках при Каме подобные погребения тоже известны. Формироваться устойчивые связи с весьма отдаленными землями, основанные прежде всего на экономических интересах. В VII-IX веках народы предурали и восстановили разрушенную великим переселением народов систему торговых связей с Востоком. И сюда устремился поток восточного художественного серебра. Поступали модные в то время в степи поясные наборы, бусы, украшения, оружие и так далее. Наиболее яркой стороной активно развивающегося южного и восточного направления торговли стало проникновение в предурали драгоценные серебряные посуды из Ирана, Византии, Хорезма, Средней Азии, Закавказии и так далее. Тесные взаимоотношения сложились с населением Хазарского каганата. Основа этих взаимоотношений пока нам не вполне понятна, но мы прослеживаем существенное влияние культуры населения каганата на формирование многих элементов материальной культуры предурали. И как ни странно, на территории Хазарского каганата встречаются типичные прикамские беконьковые подвески. Как они туда попали, каким образом, тоже пока не совсем понятно, но связи между ними были очень тесными. Особое значение для средневековых жителей Пермского края имело государство Волжская Болгария, которое занимало территорию Среднего Поволжья и Прикамья. Когда происходило становление этого государства в IX веке, на его территорию из северных районов Прикамья, в частности из Пермского края, переселились значительные группы финно-угорского населения, сыгравшие определенную роль в процессе формирования булгарской народности. Впоследствии булгары практически включили территорию Пермского края не только в орбиту своих экономических, но и политических интересов и, по сути, включили ее в состав государства. В конце IX века произошло так называемое обретение родины венграми в Карпатской котловине и впоследствии образование государства Венгрия. Местом формирования венгров был Урал, где после их ухода осталось немало родственников. Жили они, в частности, и у нас в Пермском крае, и на протяжении X-XI веков они, вероятно, поддерживали прямые и тесные контакты с Венгрией, о чем свидетельствует тот факт, что больше нигде в Восточной Европе не наблюдается такой концентрации вещей венгерского производства, как на территории Пермского края. Отношения с Русью долгое время оставались эпизодическими и опосредованными. Активизировались они с XII века и в особенности в XIII веке, когда начало ослабевать влияние со стороны Волжской Болгарии. Сохранялись и традиционные связи с родственным населением Зауралия, Сибири, Поволжья. Основным ресурсом, который делал Пермский край привлекательным для установления экономических взаимоотношений, долгое время считалась исключительно пушнина, которая здесь добывалась в большом количестве и славилась высоким качеством. В качестве экспортных товаров выступали также мед, воск, рыбий клей, бобровая струя, соль. Ну а в последние годы, как я уже сказала, получены убедительные свидетельства того, что здесь при наличии богатых и легко доступных месторождений меди производилось изготовление слитков на основе меди, которые экспортировались в Восточную Европу. Надо отметить, что прикамские материалы достаточно широко представлены на обширных пространствах Восточной Европы. На территориях Ворской Болгарии, Хазарского халифата, как я уже сказала, на территории расселения финно-угров на Руси и вплоть до Финляндии. Наши материалы имеют очень специфические черты, очень легко узнаваемые. Некоторые из этих вещей, например, кресала с художественными прозвольными рукоятями, пояса, поясные кошельки, могли являться предметом торговли. Но некоторые вещи, такие как украшения амулеты, имеющие значение только в той среде, где они возникли, или лепная керамическая посуда с местным орнаментом, могли перемещаться только с населением, с носителями этих предметов. Распространение предметов так называемого прикамского типа вдоль Волжского торгового пути позволяет предполагать, что определенные группы жителей Пермского края могли принимать участие в торговых операциях булгарских купцов и в обслуживании этого торгового пути. А преобладание среди находок прикамского облика женских украшений наводит на мысль о том, что женщины могли использовать в качестве живого товара. Я вот в этом вообще убеждена на 100%. Важную роль играли жители Пермского края и в торговле булгар с северными землями. Андрей Михайлович Белавин доказал, что в X-XIII веках существовал особый Камский торговый путь как ответвление Великого Волжского пути. Болгарские купцы везли свои товары до наших мест, а дальше на север и за Урал их уже везли наши местные купцы Чулыманские. Таким образом, территория Пермского края и ее жители были хорошо известны на обширных пространствах Европы, имели оживленные взаимосвязи с внешним миром, и эти земли вовсе не были никаким захолустьем, медвежьим углом, как это стало в более позднее время. И жили они довольно-таки цивилизованно по меркам эпохи Средневековья. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ